Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». 6 апреля глава Чувашской Республики выступил перед Государственным Советом Чувашской Республики с отчетом о деятельности Кабинета Министров за 2016 год. О том, что думают представители различных фракций парламента Республики, я предлагаю послушать. Я обозначу два ключевых момента. Действительно, Михаил Васильевич определил основные этапы, моменты, на которых он остановился. Он говорил о развитии в области промышленности, сельского хозяйства, об улучшении жизни в целом. Но у состояния дел в сегодняшней экономике Чувашии и жизни простого человека две стороны. То есть первую мы сегодня услышали, но если другая сторона, с которой граждане, жители Чувашии сталкиваются каждый день, идя в магазин, идя на работу, общаясь с соседями. И важно видеть и те моменты, где власть недорабатывает. Видеть проблемные вещи. И видя эти проблемные вещи, можно направить внимание, чтобы преодолеть эти трудности и исправить ситуацию. Есть проблемные места, на которые нужно обращать внимание. И мне бы хотелось в ответ понять, услышал ли сегодня нас глава Республики Михаил Игнатьев. И если услышал, то мы увидим, что внимание в сторону тех проблем, которые волнуют граждан, уже пойдет со стороны правительства Республики. Как вы считаете, он вас услышал? А вот это мы, это практика критерий истины, как говорил Владимир Ильич Ленин. Поэтому нужно время, чтобы понять, услышал ли глава Республики депутатов от оппозиционных партий. В целом отчет главы был заслушан практически на все вопросы. Глава Чувашии сам дал ответы в самом начале. На те вопросы, на которые мы посчитали, что ответов было недостаточно, конечно, мы задали вопросы и получили уточнение. У нас на дворе апрель месяц. Это буквально совсем скоро начнется так называемый дачный сезон. И мы знаем, что у нас в Чувашии есть проблемы с транспортом. То есть те маршруты, которые считают как бы неэффективными, куда нет большой наполняемости, их оптимизируют. Но на самом деле эта тема для людей очень важна, потому что многие выращивают на своих участках то, что им помогает справиться с временными какими-то финансовыми трудностями. Как мы знаем, что уровень доходов наших граждан не самый высокий. И кроме того, мы задали вопрос по поводу того, какие общественно-политические моменты происходили у нас в последнюю неделю в Российской Федерации. На что тоже были даны ответы. И я надеюсь, что органы местного самоуправления сегодня, после того, как глава Чувашия сказал свою точку зрения по этим вопросам, сделают для себя организационные выводы. И как будет соблюдаться у нас и закон, в том числе и о публичных массовых мероприятиях, о митингах, так и люди больше не будут попадать в какие-то неприятные ситуации и не будут представать перед судом, не будут нести ответственность за то, что в принципе они сделали возможно не со зла или не зная. На самом деле я не то, что там какие-то цифры, статистикам отношусь. Я к реальной жизни отношусь. Все, что сегодня сказано, это касается меня. Те же тарифы ЖКХ, да, там, тех же, там, дорог, там. На самом деле как-то надо реально уже подходить, потому что поколение меняется, а мы сегодня все как-то говорим, какую-то статистику. Дело в том, что для кого это говорится, я не могу понять. Для тех, кто в зале, это одна ситуация. Когда сегодня все в публичном доступе, да, в сетях интернета и в соцсетях, все понятно, шило в мешке не утаишь, да. И я не хочу, чтобы вот там говорили, там, вот глава республики делает доклад, все кивают главой, все соглашаются за это. Потому что больше масса населения сегодня, она все слышит и знает. Инвестиционная привлекательность, да. Тут-то сразу видно, это рабочие места, это, вот, понимаете, развитие предприятий. Вот, ну, это же мы видим, что сегодня какая у нас безработница, что у нас молодежь, она нетрудоустроена. Вот, потом по поводу тарифов же КХ, то же самое, поэтому ТБО у нас разнятся все мнения. Все вопросы были освещены крайне полно, но мне, как вы сказали правильно, медицинскому работнику, главному врачу и одновременно депутату было важно проанализировать те показатели, которые мы имеем в системе здравоохранения. И на самом деле они очень отрадны и приятны для констатации, поскольку сегодня есть тенденции положительные и в структуре рождаемости, и в структуре заболеваемости. И самое главное, что вся наша политика строится на том, чтобы усиливать меры, приводящие к охране здоровья населению, и самое главное, меры профилактики. Это не умаляет наших необходимостей в дальнейшей работе, поскольку сегодня есть проблемы, которые требуют решения очень быстрого, в частности, этой проблемы зрения, которые мне очень близки. И на сегодняшний момент мы работаем над проектом, над программой приближения мер профилактики и лечения непосредственно к учреждениям образования, к школам, к детским садам. Я думаю, что меры поддержки, которые сегодня оказываются Кабинетом министров и главой учреждения республики, помогут нам эти программы реализовать в ближайшее время. Кабинетом министров и главой учреждения республики,